Добрый день, коллеги! Я хотел бы сегодня поговорить о той теме, которая, наверное, не так часто выходит на подмостки сцены. Речь идет о том, что происходит по ту сторону баррикад. То есть, киберпреступность и, соответственно, действия злоумышленников, которые наносят ущерб как корпорациям, небольшим компаниям, государственным предприятиям, ну и, соответственно, для тех, кто будет потом бороться с киберпреступностью, опять же, общее понимание того, что происходит именно с той стороны. Понятно, что тема тех, кто атакует различные корпоративные и государственные организации, она достаточно объемная. Она включает в себя по понятным причинам не только киберкриминал, о котором мы сегодня будем говорить. Она включает в себя и, разумеется, различные государственные так называемые актеры. Это спецслужбы, либо хакеры, которые работают по заказу государства. Разумеется, компаниям и ведомствам угрожают инсайдеры, которые могут осуществлять те или иные несанкционированные действия по отношению к тем активам, которые есть у компании, либо предприятия. И, конечно же, у нас остаются различные хактивисты, так называемые, то есть те группировки, либо отдельные, назовем их специалисты, которые в целях всеобщей свободы начинают красть информацию и выкладывать ее в свободный доступ, либо иными какими-то способами угрожают компаниям. Вот мы сегодня сконцентрируемся только на одной из частей, на верхней, на киберкриминале. Соответственно, сразу скажу, что то, что я буду рассказывать, это находится за, понятно, рамками закона, ну, точнее, нарушает явно закон, 28 главу Уголовного кодекса, связанную с киберпреступлениями. Поэтому, разумеется, ни в коем случае не рекомендую не повторять, даже в ради шутки, то, собственно, о чем сегодня пойдет речь, только для вашего знакомства, чтобы вы понимали, что такое современный рынок киберпреступности, что это не хакеры-одиночки, а вполне себе полноценная отрасль, которая мало чем отличается от обычной отрасли. Многие из представленных фактов, сведений, выводов, они базируются на деятельности нашего подразделения Cisco Talos, который, собственно, занимается анализом угроз, который пропускает через себя огромные объемы информации. Вот, собственно, здесь показан пример, это полтора миллиона вредоносных файлов только ежедневно пропускаются. Это огромный объем с точки зрения электронной почты, порядка 600 миллиардов почтовых сообщений анализируются ежедневно на предмет тех методов, которые используют киберпреступники для заражения корпоративных либо ведомственных сетей. И если посмотреть вообще на тот объем угроз, с которыми нам приходится сталкиваться, внутри компании Cisco, через наши ловушки, которые проходят, то мы видим, что это порядка 19 с небольшим миллиардов угроз ежедневно. Это, соответственно, примерно порядка 7 триллионов угроз ежегодно. Но если сравнивать это с какими-то более понятными цифрами, то в качестве примера весь Google за год оперирует примерно одним триллионом поисковых сообщений. Представьте себе, один триллион сообщений на весь Google в мире и порядка 7 триллионов угроз, которые проходят только через нас. Я не говорю, что через нас проходят абсолютно все угрозы, но достаточно большая ее часть. И если сравнить это с общим населением Земли, то понятно, что если бы у каждого жителя Земли, даже учитывая различные отсталые районы Африки, Азии и так далее, был свой компьютер либо выход в интернет, то на каждого из жителей Земли приходилось бы три угрозы ежедневно. Это для того, чтобы вы понимали масштаб бедствия, который осуществляется с той стороны баррикад, который наносит ущерб как целым государствам, так и, разумеется, отдельным компаниям и предприятиям. Вот, собственно, этим анализом у нас занимается подразделение Cisco Talos, которое состоит из ряда отделов. И один из этих отделов как раз занимается анализом угроз, анализом киберсцены по ту сторону баррикад, изучением мотивации действий тактик злоумышленников. Ну и в качестве примера я люблю проводить вот эту цифру, которая там сравнивает нас с лабораторией Касперского, ни в коем случае не претендуя на лавры лидера рынка антивирусной индустрии, просто в качестве примера, какой объем данных анализируется именно Cisco с точки зрения той же самой вредоносной активности. Ну а сейчас, собственно, мы поговорим непосредственно уже о том, что происходит по ту сторону баррикад. И начну я с небольшого ролика, чтобы вы понимали, как в целом осуществляется современная атака. Обратите внимание, два важных момента, которые можно подчеркнуть из этого ролика, помимо чисто технических вещей, по которым осуществилась атака. Момент номер один – это не техногик. Девушка не является хакером в привычном понимании этого слова, то есть человеком, который знает, как программировать, умеет писать вредоносные программы и осуществлять взлом каких-то там сложных сетей. Ничего сложного девушка не делала, она всего лишь изучала доступную в интернете информацию и, пользуясь знаниями психологии, сотрудников компании, вообще любого человека, осуществила проникновение, заражение компьютером внутри компании и затем, собственно, нанесла ущерб. И второй важный момент из этого ролика вытекает, когда девушку спрашивают, чувствует ли она свою вину. Она говорит нет, она делает свою работу и делает ее хорошо. Это, собственно, классическая мотивация большинства современных киберпреступников, которые не понимают, что этого не делают. Зачастую их даже нанимают и используют в темную, но даже если они осознают, что они, возможно, осуществляют действия, противоправные, нарушающие уголовный кодекс, они все равно на это идут, потому что они хотят получать деньги и в краже через интернет, краже информации у каких-либо компаний они не видят ничего предосудительного. Они не понимают, что это то же самое, что украсть кошелек у пенсионера в метро либо в троллейбусе, либо в автобусе. Для них это совершенно два разных явления. Именно поэтому этот рынок, к сожалению, достаточно активно развивается. Если мы посмотрим, то сегодня в Коммерсанте была опубликована статья о том, что Россия на прошлой неделе подготовила проект резолюции ООН по борьбе с киберпреступностью. То есть у нас получается, что на одной чаше весов, казалось бы, хакеры-одиночки, на другой чаше весов проблема выносится на уровень ООН, там же, где обсуждаются атаки Сирии, атаки или угрозы США в сторону Северной Кореи и тому подобных вещах. Казалось бы, почему такой мелкой в кавычках проблемой занимаются на уровне ООН? На самом деле объяснение достаточно простое. Это не одиночки. В рынке киберпреступности сегодня практически не осталось одиночек. Это организованная киберпреступность, где у каждого четко распределенная роль, каждый занимается своей деятельностью и зарабатывает на этом действительно огромные деньги. Это миллиарды, десятки, сотни миллиардов долларов. По разным оценкам рынок киберпреступности составляет от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов ежегодно. То есть это действительно очень доходная статья для тех, кто этим занимается. Понятно, что сами по себе они оттуда уходить не будут. Именно поэтому так важно и компаниям сообща бороться с этой угрозой, и государству прикладывать соответствующие ли для борьбы с этими угрозами. И моя задача сегодня показать, почему наши представления о том, что такое рынок киберпреступности, не соответствуют действительности. Мы действительно обычно считаем, что хакеры это либо одиночки, либо может быть два-три знакомых человека, которые объединились с целью где-то поживиться, украсть какие-то деньги со счета в банке, либо просто украсть информацию, которую затем продать на черном рынке. На самом деле это не так. Если мы посмотрим на любую индустрию, которая существует в мире, банковский рынок, нефтерынок, рынок продажи каких-либо ритейловых продуктов, то, как правило, этот рынок развивается по вполне конкретным принципам и следует определенным бизнес-моделям. Любая бизнес-модель любой отрасли, какую бы вы ни взяли, она состоит из девяти основных блоков. И рынок киберпреступности на самом деле, как это не удивительно, полностью повторяет все то, что происходит в обычной IT-индустрии, только со знаком минус. Потому что IT-индустрия очень хорошо отражает то, что делается по ту сторону баррикад, и все, что происходит в IT-индустрии, вы можете найти свои аналоги в киберпреступности. Поэтому, когда называют компания Microsoft одна из самых дорогих компаний в мире, компания Apple одна из самых дорогих компаний в мире, на самом деле по ту сторону баррикад есть свои, а-ля Microsoft, а-ля свои Apple, которые занимаются тоже разработкой программного обеспечения, тоже занимаются продажей своих услуг, но опять же со знаком минус. И вот, собственно, об этом мне хотелось сегодня поговорить, чтобы вы понимали, что хакеры это не одиночки, и бороться с ними в одиночку сегодня бесполезно. То есть противостоять хакерам надо действительно сообщая, использовать различные юридические, технические, организационные мероприятия, без этого, к сожалению, эффективная борьба не состоится. Итак, какие у нас ключевые элементы любой бизнес-модели, по которой строится любое предприятие, какое бы вы ни взяли, будь то индивидуальный предприниматель, который торгует сигаретами в киоске где-нибудь на вокзале, либо это компания уровня Сбербанка, либо Газпрома, все они живут по одним и тем же законом. Где-то чуть больше используются те или иные классические принципы, где-то чуть меньше, но в целом все пытаются зарабатывать деньги. Соответственно, и злоумышленники делают ровно то же самое. То есть если мы посмотрим на то, что происходит по ту сторону баррикад, есть разработка программного обеспечения, есть свои распространители этого вредоносного программного обеспечения, есть те, кто предоставляют различные услуги хостинга, примерно как интернет-провайдеры. Есть те, кто продают свои технологии, сдают их в аренду, отдают лицензии на эти технологии. Их кто-то использует, не имея возможности или не умея создавать свое, они просто покупают чужое, либо берут его в аренду, что обходится гораздо дешевле, и каждый находит себе применение. Ну и разумеется, поддержка. Как у любой IT-компании, у которой есть служба поддержки, у злоумышленников она тоже есть. Собственно, вот мне хотелось бы показать несколько примеров того, что происходит по ту сторону баррикад. Итак, кто у нас потребители вот этого вредоносного контента, вредоносной активности, вредоносного кода? Киберпреступники. Собственно, да, у них между собой существует определенное взаимодействие, они занимаются продажей различных услуг и продуктов со знаком минус друг к другу. То есть нет такой группировки, которая бы делала сама все. Да по сути своей это и не нужно на сегодняшний день, потому что есть те, кто уже что-то разработал, девушка в ролике специально же на этом сделала акцент, что ей не надо разрабатывать вредоносный код, все уже написано до нее. Ей надо только знать, где это взять, либо это будет бесплатно, либо это будет за деньги, может быть даже за небольшие деньги, в зависимости от той задачи, которая перед ней стоит. Разумеется, это отдельные компании и биржи, которые покупают информацию об уязвимостях, какой-то закрытый контент, который затем перепродают тем, кто в этом заинтересован. Компании-производители средств защиты информации или компании-производители программного обеспечения, они заинтересованы получать информацию о дырах в своей продукции для того, чтобы оперативно закрывать до того, как этим воспользуются злоумышленники. Ну и, конечно же, есть и спецслужбы, которые готовы покупать такого рода информацию для использования ее в своей деятельности. Если смотреть на нее с точки зрения Уголовного кодекса, она явно противоправная, но с точки зрения национальной безопасности, это деятельность в интересах государства, поэтому она всегда остается не публичной, и о ней мало кто знает, если не произойдет какая-то утечка. Мы будем говорить в первую очередь про эту часть, то есть именно про киберпреступников. Соответственно, несколько примеров бирж скупки конфиденциальной информации. То есть, когда какая-либо компания говорит о том, что я не представляю интереса для злоумышленников, потому что у меня нет никаких денег и у меня нет финансовых потоков, которые могут быть интересны злоумышленникам, на самом деле это не так. У вас всегда есть или у ваших клиентов, либо у ваших знакомых есть информация, которую они не хотят, чтобы она стала достоянием гласности. И всегда находятся желающие либо эту информацию украсть, либо, если мы говорим об инсайдерах, то эту информацию продать. Например, при увольнении, если с человеком не очень хорошо обошлись, то он эту информацию, имея к ней легальный доступ в рамках выполнения своих служебных обязанностей, забрал при увольнении, а потом ее решил продать. Вот здесь показано несколько примеров такого рода бирж, которые занимаются покупкой этой информации, а затем ее продажей и покупают, соответственно, ее либо конкуренты, либо журналисты, которые потом на этом пишут свои различные расследования и так далее. Другой пример это биржи, которые занимаются скупкой информации об уязвимостях в программном обеспечении. Таких бирж много, есть такие биржи и в России, то есть это как бы не чисто зарубежная практика, у нас они тоже есть. Здесь показан только небольшой пример, разумеется, их больше, есть не публичные биржи, но они есть, они занимаются скупкой этой информации, при этом есть даже отдельные компании, которые прямо ищут людей, готовых торговать уязвимостями. Вот здесь показан пример китайцев, которые ищут информацию о зародеях, о уязвимостях нулевого дня, и они, собственно, пишут по, там, например, в Линкетине специалистам, занимающиеся информационной безопасностью. Это буквально недавние примеры, когда человеку прямо спросили, не хочет ли он поделиться за некоторое вознаграждение информацией о зародеях с китайцами, которые затем для чего-то это будут использовать. В этом случае тот же самый человек пытался маскироваться просто под сотрудничество в области информационной безопасности. То же самое, только попытка маскировать свою нелегальную деятельность. Возникает вопрос, сколько это стоит. На самом деле вот такого рода информация, она стоит очень дорого. Вот здесь показан ценник одной из бирж Zerodium, которая занимается скупкой информации об уязвимостях. Вот эта нижняя планка — это 10 тысяч долларов, вот эта планка — это уязвимости в айфонах и айпадах — это полтора миллиона долларов. То есть стоимость одной уязвимости в продукции компании Apple — полтора миллиона долларов. Понятно, что находятся желающие, которые эту информацию специально ищут, пытаются находить уязвимости и затем продавать ее тем, кто готов за это заплатить. Учитывая такие деньги, а, например, те же самые производители программного обеспечения не всегда готовы платить такое вознаграждение тем, кто им отдает информацию о дырах, понятно, что появляется черный рынок, на котором эта информация находит своего покупателя, понятно, что находятся продавцы, и этот рынок развивается. То есть его, к сожалению, очень сложно какими-то иными методами нивелировать и закрыть. Идем дальше. Следующий элемент любой бизнес-модели — это продавец чего-то должен понять, в чем ценность его продукта либо услуги. Когда там мы продаем, ну или там компания продает сетевое оборудование, продает программное обеспечение, продает какие-то услуги, понятно, что мы их покупаем, потому что нам это выгодно. Нам не надо создавать свой Microsoft Windows, нам не надо создавать свое оборудование Cisco, нам не надо писать свой сайт. Мы идем к компании, которая уже это сделала и готова это продать, и покупаем к взаимной выгоде двух сторон. У злоумышленников ровно то же самое. Они ищут то, чем они могут заинтересовать своих клиентов. Разумеется, клиентов внутри того же самого теневого рынка. Эта ценность может быть в разном. Она может быть в автоматизации каких-то рутинных задач, она может быть в скорости реакции на изменения. Классический agile, он тоже присутствует по ту сторону баррикад у злоумышленников. Это удобство и гибкость реализации тех или иных зловредных функций. Это вещи, связанные с скрытностью, то есть незаметностью для и систем защиты, и служб информационной безопасности. То есть различных вариантов ценности, их может быть достаточно много. Вот, соответственно, несколько примеров. Вот это уже готовые конструкторы вредоносного кода. Девушка в ролике не зря сказала, что ей не надо самой уметь программировать. Есть готовые конструкторы. Достаточно нажать на несколько кнопочек, и мы получаем на выходе готовый вредоносный код, разработанный под конкретное приложение, под конкретную операционную систему, почтового клиента, под конкретный веб-сайт и так далее. То есть полная автоматизация всей необходимой деятельности. Еще один пример ценности – это различная языковая поддержка. Разумеется, когда у вас на компьютере появляется шифровальщик, вымогатель, который на английском языке говорит, что вам надо заплатить деньги, не все понимают, о чем там написано. Поэтому, разумеется, большей популярностью пользуются программы, которые предлагают разные языки внутри. Они распознают, собственно, какой язык является основным на компьютере и, соответственно, показывают сообщения на нужном языке, тем самым увеличивая свою ценность в глазах потенциальных покупателей. Пример с так называемой abuse-устойчивыми серверами, которые позволяют скрыть источник совершения атаки. Зломышленники никогда не атакуют со своего компьютера. Они обычно арендуют несколько промежуточных серверов, с которых они осуществляют свою несанкционированную деятельность. И вот, собственно, пример, ресурсы, которые продают такого рода сервера в разных странах мира. Вот, например, в Китае идет продажа. Вот здесь идет реклама такого рода сервиса, где идет скупка информации об этих серверах с дальнейшей перепродажей. Ну и здесь можно обратить внимание, есть специальный сленг. Если на английском такого рода сервера там называются dedicated servers, то здесь по-русски просто dead. Очень кратко понятно для тех людей, которые работают по ту сторону баррикад и занимаются противоправной деятельностью. Следующий пример в ценность для кого-то, кто только выходит из злоумышленников на этот рынок, у них нет денег, они хотят получить что-то быстро и бесплатно. Ну, то, что быстро и бесплатно, достаточно легко ловится обычными средствами защиты. Но есть и те, кто готов покупать эксклюзив, поэтому появляются на теневых ресурсах и заявки на эксклюзивную разработку и, соответственно, предложения. Ну вот, например, человек предлагает zero day exploit под интернет-эксплорер. Вот здесь, собственно, предлагается доработка банковского троянца ZEVS за небольшие деньги, там всего 50 долларов. То есть, как бы, доступно многим злоумышленникам, даже начинающим, у которых там нет больших денег на покупку действительно эксклюзивного вредоноса, но за небольшие деньги им готовы что-то доработать из существующего предложения на теневом рынке. Дальше у нас возникает вопрос, а как мы осуществляем сбыт нашей продукции, либо наших услуг. В обычной IT-отрасли, да и как, собственно, и в любой отрасли, мы это делаем через интернет-магазины, через обычные магазины, через партнеров, через какие-то иные каналы, которые позволяют нам привлечь как можно большее количество клиентов. Здесь происходит ровно то же самое, то есть по ту сторону баррикад также выстраиваются полноценные каналы сбыта, причем эти каналы могут быть как вполне легальными, например, вот здесь мы видим сайт Алиэкспресс, Алибаба, который торгует у нас инструментами для скимминга, то есть для установки накладок на банкоматы для последующей кражи денег с платежных карт. Не самая популярная сегодня услуга по ту сторону баррикад, классический скимминг, потому что есть более дешевые, более эффективные методы кражи денег с банкоматов, но это просто как демонстрация того, что даже в открытой части интернета через обычный гугл можно найти немало вредоносной составляющей и рекламы тех или иных хакерских услуг. Если же мы посмотрим на то, что скрыто, потому что тот нам привычный интернет это всего лишь 4% всего, что есть, то есть как бы 4% это гугл, это яндекс, это известные поисковые системы. На самом деле есть теневой интернет, это примерно 95-6% оставшегося контента, и это не только торг как таковой, такого рода сетей, так называемый darknet, их больше. И там можно найти гораздо больше различных предложений с точки зрения различных статей Уголовного кодекса, в том числе и с точки зрения 28 главы, это компьютерные преступления. В частности, там можно найти различные предложения вредоносного кода, предложения по взлому, принять заказ на взлом, ну и тому подобные вещи. К сожалению, ловить такого рода злоумышленников бывает непросто. Ну и каналы сбыта, соответственно, также различные, учитывая, что продавать в интернете сегодня можно по-разному. Можно непрямые каналы, это небольшая прибыль, но достаточно большой охват. То есть когда мы выкладываем некое предложение в интернете, там создаем фирменные магазины по продаже некого там вредоносного кода, некой конфиденциальной информации, базы персональных данных, базы кредитных карт и так далее, и так далее. И на них находятся покупатели, которые эту информацию покупают. Есть прямые каналы через интернет, когда злоумышленники, создавая там свои страницы в Даркнете, занимаются продажей некого эксклюзива. Соответственно, это будет дороже, но и клиентов будет гораздо меньше, потому что не все готовы за большие деньги покупать соответствующий товар, либо услугу в Даркнете. С точки зрения клиентов, как я уже сказал, они могут быть как по ту сторону баррикад, это те же самые киберкриминальные группировки, которые занимаются скупкой вредоносного кода, или информацией об уязвимости, которая затем используется в разработке других вредоносных программных продуктов. Либо в качестве клиентов злоумышленники могут рассматривать своих жертв, то есть нас с вами, которые выходят в интернет, у которых есть почтовые клиенты, которые получают почту, которые ходят на те или иные сайты. И поэтому понятно, что интернет является очень хорошим каналом сбыта для вредоносных программ и заражения своих клиентов с последующим вымогательством денег, ну либо кражей информации, либо захватом управления над компьютером ничего не подозревающего пользователя. И вопреки бытующему мнению о том, что злоумышленники заражают какие-то непопулярные сайты, либо популярные в определенной среде, например, сайты для взрослых, либо сайты, которые распространяют пиратское программное обеспечение, на самом деле это не совсем так. По статистике гораздо проще взломать популярный сайт, на который приходит огромное количество различных клиентов. Это может быть сайт, который торгует билетами, это может быть популярные средства массовой информации, это может быть сайт, который показывает прогнозы погоды. И как следствие у этих сайтов огромная популярность среди пользователей, это десятки, сотни тысяч пользователей в день. Соответственно, если у этих пользователей уязвимые браузеры, уязвимые почтовые клиенты и так далее, то понятно, что через эти уязвимости, зачастую неизвестные производителям через РД, злоумышленник может установить контроль, заразить пользовательский компьютер со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот, собственно, показана статистика, это наше исследование, которое показывает, что распространенные мифы о том, что больше всего угроз через сайты для взрослых, либо через варезные сайты с пиратским программным обеспечением, они не соответствуют действительности. Злоумышленники гораздо чаще размещают вредоносный код, например, в виде рекламных вредоносных баннеров в поисковых системах. Они ломают те же самые рекламные баннеры, которые размещаются на различных сайтах. И посещение такого рода ресурса означает потенциальное заражение, когда у вас просто прокручивается какой-нибудь ролик, там флэшовый ролик, либо что-то аналогичное, там на Java написано и так далее. Если у вас непропатченный клиент в вашем браузере, это означает незаметное заражение вашего компьютера, далеко не всегда вообще даже какие-то действия надо осуществлять. Ну и также взлом интернет-магазинов тоже более популярен, чем размещение какого-то вредоносного кода на сайтах с пиратским ПО. То есть ломают вполне легальные, легитимные сайты, где больше клиентов, которых можно заразить и затем использовать их как жертвы для вымогательства получения денег. Вот здесь показан пример одной из таких хакерских компаний. Компания Angler, это так называемый рыболов, вредоносный кот, который был популярен там чуть больше года назад. Обратите внимание, вероятность или эффективность заражения клиентских компьютеров составляет порядка 40%. То есть из 100 компьютеров, зашедших на зараженный сайт, 40% заражаются, потому что в данном вредоносном коде используются различные так называемые эксплойт-паки, которые используют информацию о зародеях, о неизвестных уязвимостях, для которых еще не разработаны патчи и, соответственно, злоумышленник может установить контроль над компьютером жертвы. И из этих 40%, соответственно, примерно 3% пользователей платит выкуп. Это достаточно большая цифра людей, которые готовы заплатить деньги злоумышленникам, вместо того, чтобы обращаться в правоохранительные органы, либо в специализированные компании, которые могут расшифровать данный шифровальщик, а могут и не расшифровать, потому что качество шифровальщиков растет. Понятно, что не все могут, даже специализированные компании справятся с этой угрозой, но и дальше возникает дилемма. Либо я теряю свои файлы навсегда, а это может быть коллекция моих фотографий с детства, либо моих детей, либо коллекция музыки, которую я накапливал, либо коллекция фильмов, коллекция книг и так далее. Либо я заплачу небольшую сумму денег за то, чтобы вернуть доступ к этим файлам. Ну и дилемма, она на самом деле очень непростая, и каждая для себя принимает решение, платить либо не платить. Компании, которые занимаются безопасностью, антивирусные компании, говорят, платить ни в коем случае не надо, потому что тем самым вы стимулируете теневой рынок. Например, ФБР в прошлом году заявила, что платите. Казалось бы, организация, которая занимается борьбой с этим злом, она говорит, платите, потому что ваши данные ценнее, потому что не все могут получить обратно каким-то иным способом свои данные, поэтому проще заплатить. Но если у вас есть резервная копия, и здесь опять же возникает вопрос, насколько у вас грамотно выстроена система безопасности, если есть резервная копия, то вы можете вернуть данные из резервной копии и не платить. То есть вариантов несколько решений этой задачи, каждый принимает решение для себя. Но злоумышленники пользуются достаточно активно вот этим желанием быстро вернуть свои данные. И как было показано в ролике, владелец компании сказал заплатите немедленно, нам надо срочно вернуть доступ к нашим данным, потому что там либо надо выйти на рынок, там например на IPO, на биржу, либо надо подавать какие-то финансовые документы регуляторам там в налоговую, либо какая-то важная пресс-конференция, для которой нужны данные, которые зашифрованы. То есть мышленники тоже это изучают и тем самым мотивируют платить себе, тем самым увеличивая свои доходы и развивая этот самый теневой рынок, к сожалению. Есть ресурсы, которые занимаются продажей так называемого трафика, то есть когда у вас или там где-то в интернете на сайте размещается скрипт, который перенаправляет ваш трафик на сайт вредоносный, как следствие, посещая, казалось бы, один сайт, например, который у вас показан в виде ссылки в почтовом сообщении, который вы получили, вы попадаете на совершенно другой сайт, который может быть даже похож на настоящий, но он содержит вредоносный код и вот продажи вот такого трафика, когда вас перенаправляют куда-то, это тоже отдельный вид бизнеса по ту сторону баррикад. Следующий пример, он здесь показан, различные каналы распространения банковского троянца Карберб в свое время, это и интернет-радио, радио, то есть один из сайтов с интернет-радио и как бы ряд других ресурсов, то есть используются разные каналы, зломышленники не концентрируются на одной точке, они стараются охватить как можно больше аудиторию, поэтому используют различные инструменты для решения своей задачи, в том числе и, разумеется, электронную почту, вот здесь электронная почта, полученная на мобильные устройства от сайта госуслуг Москвы, вот здесь как бы письмо якобы от Сбербанка, причем ссылка похожа на Сбербанк, но если по ней кликнуть, она будет вести на совершенно другой сайт, здесь показано одно, а ссылка ведет на совершенно другой ресурс. Вот это ММСка, полученная мной на телефон, где вот говорится о том, что я якобы что-то продаю на Авито и мне рекомендуется зайти, посмотреть, действительно ли я это продаю и так далее. Ну, поскольку я на Авито никогда не был, там это однозначно некий вредоносный, вредоносная ссылка, но здесь и по домену на самом деле понятно, по крайней мере большинству специалистов по безопасности, что она не имеет никакого отношения к реальному сайту Авито. Вот еще несколько примеров, связанные со Сбербанком, учитывая клиентскую базу Сбербанка, злоумышленник, который отправляет такого рода вредоносный код, понятно, что вероятность попасть на клиента Сбербанка достаточно высокая. Вот здесь показано такой достаточно интересный прием, который используют злоумышленники, это торговля страхом. Если человек имеет кредит Сбербанка и, например, по каким-то причинам не может выплатить этот кредит, соответственно, здесь его якобы стращают тем, что у него увеличивается долг, ему надо срочно зайти по этой ссылке и посмотреть о том, как рефинансировать свои долги, либо какие-то иные пути решения проблемы. Понятно, что эта ссылка ведет на зараженный сайт с вредоносным кодом или прямо на вредоносный файл, который подгружается и устанавливает контроль над компьютером жертвы. Еще несколько примеров. Вот это я столкнулся с этим кейсом в прошлом году, где в качестве канала сбыта используются соцсети. Многие из вас, я предполагаю, что 100% здесь сидящих, имеют аккаунт в какой-либо социальной сети, в Facebook, ВКонтакте, либо в Однокласснике, ну, в зависимости от возраста. И вот здесь пример атаки через Facebook. Ко мне постучалась в Facebook девушка, Илзе Холл. Она пишет, что она является инженером компании Циско. У Циско это достаточно популярная тема, когда девушки являются инженерами. Тем более, что здесь, на первый взгляд, не вызывает никаких подозрений. Действительно, у нас в Амстердаме находится большое подразделение службы технической поддержки. И если посмотреть профиль, то, в принципе, никаких подозрений он не вызывает. Ну, если не быть профессиональным параноиком, как я, поэтому я решил проверить, что это за человек. Оказалось, что, например, в Линкетине эта же девушка в тот же самый момент времени является сотрудником отдела кадров в компании Циско, но уже во французском офисе. А это уже нестандартно даже для такой либеральной компании, как у нас. У нас нельзя одновременно быть инженером и работать в отделе кадров. Ну, а дальше, собственно, начинается банальное расследование. По фотографии пробить человека в интернете не составляет большого труда. Оказывается, что помимо Илза, эта же девушка является у нас Кариной, Галиной, Людмилой, Светланой, она же Яна. В разных городах России проживает одномоментно, ну, что говорит нам о том, что это явно некий подставной аккаунт для того, чтобы вступить в дружеские отношения с симпатичной девушкой, то есть использование классической психологии, мужчина должен на это среагировать. Что дальше будет, если бы я, например, нажал дружить с этой девушкой? Ну, в течение какого-то времени, наверное, были бы обмены какими-то ссылками, прикольными роликами и так далее, а дальше было бы вот так. Приходит сообщение о том, что якобы где-то размещен ролик, где я жгу. Понятно, что у меня возникнет интерес, где же я так подставился, что я где-то жгу и это засняли на видео. Я кликну по этой ссылке, возможно, я даже попаду на сайт, похожий на YouTube, вот, хотя это фальшивый клон. Вот, кликну по этому ролику, у меня потребуется установить флеш-плеер, то есть вредоносный код по сути своей. Вот, может быть, даже мне покажут ролик, скорее всего, со мной никак не связанный, но сам факт того, что я сам кликну куда надо и заражу свой компьютер вредоносным кодом. И вот такого рода примеров их достаточно много, когда через соцсети злоумышленники пытаются вступить в дружеские отношения, затем через эти дружеские взаимоотношения заразить компьютер, либо выполнить какие-то иные действия. Еще один кейс, это классическая торговля страхом, тоже из моей практики, когда, собственно, готовился к презентации, зашел специально на сайт, вот, на определенный, и вот появляется вот такого рода сообщение. Причем его нельзя удалить, то есть оно все время наверху над всеми окнами. Если не знать, как убираются такого рода всплывающие окна, это очень, во-первых, сильно раздражает, а главное, что пользователь, незнакомый с современными компьютерами и технологиями, будет считать, что действительно его МВД засекло, и ему надо срочно заплатить штраф, против него возбуждено уже дело, вот, и для того, чтобы не доводить дело до уголовного, то ему надо быстро заплатить 3,5 тысячи рублей, вот, и написано еще и как, заплатить на МТСовский абонентский номер, перевести эти денежки. Именно так МВД и собирают у нас, видимо, штрафы. Вот, специально пугают, что на оплату штрафа отводится 12 часов для того, чтобы стимулировать ничего не подозревающего человека как можно быстрее расстаться со своими кровно нажитыми деньгами. Ну и таких примеров много, вот здесь еще сообщение от судебных приставов о том, что есть задолженность, ее надо срочно погасить. Еще один пример, на самом деле практически любой регулятор, который в России может составлять протокол об административных правонарушениях, от них есть вот такого рода сообщения фишинговые от Роскомнадзора, от судебных приставов, от МВД, ну и так далее. Еще один пример распространения, это когда злоумышленники играют на мотивации, что пользователь, видя и слыша о том, что в интернете творится в канале, хочет себя защитить, но при этом он не хочет тратить ни копейки на свою безопасность. Ему предлагается бесплатный антивирус, который, может быть, даже что-то найдет, вот как показано здесь, хотя понятно, что это фальсифицированные сообщения, у пользователя, может быть, никаких вредоносных программ нет, но специально, чтобы его заинтересовать и замотивировать, показывается, что у него на компьютере есть вредоносные программы, их можно удалить, ну и параллельно установить бесплатный антивирус. Вот, собственно, опять же, таких примеров много, вот здесь у нас показан пример для Windows, я пользуюсь Mac, соответственно, вот у меня регулярно высвечиваются вот такие сообщения, якобы, что мне предлагают либо просканировать бесплатно мой компьютер на наличие вирусов, либо оптимизировать жесткий диск, который якобы дефрагментирован, и поэтому предлагается специальная бесплатная услуга по дефрагментации. Там, если бы я кликнул вот здесь, либо вот здесь, но автоматом мне бы на компьютер установился вредоносный код, именно уже это был результат моих действий, то есть я сам пригласил зломышленников к себе на компьютер. Вот это пример с фальшивыми сайтами. Это еще одна, к сожалению, проблема, в том числе и Рунета, когда появляются сайты-клоны, которые похожи на настоящие, либо по своему содержанию, либо по домену. Тем самым они вводят заблуждение пользователей, которые начинают доверять этим сайтам. Вот здесь, видя, что это сайт похожий на Mail.ru, мы, скорее всего, даже не посмотрим вот на эту строку в браузере и не поймем, что это совершенно не Mail.ru домен, а совершенно подставной какой-то. Введем здесь свой логин и пароль, и все, у злоумышленников доступ к нашей почте личной, возможно, тот же самый пароль используется для доступа к корпоративным ресурсам, ведомственным ресурсам, ну и так далее. Часто у пользователей именно так и происходит, и злоумышленник, соответственно, получает несанкционированный доступ. Вот здесь показан пример с Microsoft. То есть если ввести маску по названию компании Microsoft, то мы видим огромное количество доменов, но здесь часть, там их свыше 500, было создано за небольшой интервал времени. Это домены, где встречается слово Microsoft. Поэтому если вы попадаете на такой сайт, где есть слово Microsoft, вы, наверное, будете думать, что это сайт создан компанией Microsoft и доверять ему. Ну и если быть более ближе к нашему сегодняшнему мероприятию, то вот большое количество доменов фальшивых, созданных со Сбербанком. То есть Сбербанк в названии, и вот у нас есть домены Сбербанк КМ, Сбербанк МТС, Сбербанк Бизнес Онлайн, ну и так далее. Все они фальсифицированы, специально предназначены для привлечения пользователей, либо для перенаправления пользователей на эти ресурсы, и пользователь, посещая те или иные сайты, считает, что они принадлежат Сбербанку, доверяет им, а ему на компьютер может быть установлен либо вредоносный код, либо на этом сайте, копирующем настоящий сайт Сбербанка, может быть кража идентификационных данных, логинов и паролей. То есть тоже достаточно популярная тема, канал сбыта вредоносной активности. Рекламные сети, то же самое. К сожалению, злоумышленники достаточно активно пользуются рекламными баннерными сетями, которыми пользуются все серьезные компании в интернете для рекламы своих продуктов и услуг. И, соответственно, вот эти рекламные мощности скупают и злоумышленники. Они размещают в баннерную сеть свой вредоносный баннер, либо ссылку с этого баннера, то есть сам баннер вполне нормальный, но ссылка ведет на вредоносный сайт и, соответственно, заражают тем самым пользователи либо напрямую, либо через подставные ресурсы. То есть варианты могут быть различные. Но самое главное, что здесь рекламная сеть используется как канал сбыта вот этой самой вредоносной активности и заражения ничего не подозревающих пользователей. Разумеется, наиболее инновационно продвинутые злоумышленники начинают осваивать мобильные устройства и готовят специальные версии своих сайтов вредоносных либо вредоносного кода для мобильных устройств, для того, чтобы заражать еще и пользователей мобильных устройств, у которых, как правило, нет никаких средств защиты. То есть если на компьютере, на обычном у вас, может быть, и стоит антивирус, то на мобильном устройстве вероятность наличия у вас какого-то средства защиты гораздо меньше. Этим, собственно, злоумышленники пользуются. Захватив контроль над мобильным устройством, дальше они могут попробовать там проникнуть в ведомственную сеть, корпоративную сеть, либо в домашнюю сеть, но в зависимости от того, кто это за личное устройство и кем являетесь вы как жертва для злоумышленников. То есть варианты могут быть различные, можно использовать и партнерские различные каналы, о которых я еще скажу чуть дальше. Следующий, собственно, любой элемент бизнес-модели это выстраивание взаимоотношений с клиентами. Понятно, что удержать клиента, существующего клиента, гораздо выгоднее, чем находить нового. Существуют такие исследования, согласно которым затраты на удержание клиента в четыре раза меньше, чем на привлечение нового клиента. И так происходит в любой совершенно среде. Если вы покупаете антивирус, то, скорее всего, вы каждый год продлеваете поддержку своего ранее купленного антивируса. И задача производителя этого антивируса, чтобы вы как можно дольше сидели именно на этом антивирусе. Если они ведут с вами некорректно, не предоставляют вам скидки, какие-то участия в бонусных схемах лояльности, то вы пойдете к другому конкуренту, и компания теряет деньги. Поэтому используется различная схема лояльности для удержания клиентов. У злоумышленников происходит все то же самое. Это и приобретение различными способами клиентов, и их удержание. Вот здесь, например, идет реклама услуг, специального сервиса, согласно которому злоумышленнику предлагается воспользоваться спамерской рассылкой по лучшим хакерам России. То есть вот написано «предлагаем рассылки по обновленной базе 200 тысяч русских хакеров, кардеров, только отборные данные и так далее». Соответственно, если злоумышленник разработал некий свой вредоносный код, он захочет его распространить как можно по большей базе, соответственно, вот использование такого ресурса. Либо здесь рекламируется один из хакерских форумов, опять же, на котором затем продаются различные хакерские инструменты. Вот здесь рекламируется бот-шоп, то есть магазин по продаже ботов, на который можно зайти и приобрести свои, точнее, приобрести какие-то услуги, либо продать свои услуги. Причем у этого магазина четкая фокусировка. Вот здесь написано «не продаем шифровальщики и программы-вымогатели, только боты, ничего другого». Вот здесь там говорится о неком старейшем онлайн-шопе, магазине, который торгует и кредитными картами, и различными другими инструментами, которые часто используют злоумышленники в своей вредоносной активности. Вот здесь показан пример ресурса, который торгует ботами для социальных сетей. И сейчас мне хотелось бы продемонстрировать, собственно, пример использования такого рода бота. Не знаю, видели ли вы фильм «Хатабыч», но он очень хорошо отражает данную ситуацию. Пример, с одной стороны, фильм комедийный, но при этом 2006 год, когда еще об искусственном интеллекте мало кто говорил и мало кто говорил о ботах в социальных сетях, в Телеграме и так далее, которыми, наверное, многие сейчас сталкивались. Я покажу пример, опять же, с которым мне пришлось столкнуться. Также через социальную сеть в Facebook постучалась девушка по имени Алена Голубева. И, собственно, произошел схожий диалог, когда она написала, что со мной интересно. Просто полная аналогия с фильмом «Хатабыч». Возможно, собственно, автор бота не без чувства юмора использовал те же самые диалоги. Ну и дальше, собственно, также пробить по фотографии с странички данной девушки не составило большого труда. Помимо того, того, что это Алена из Москвы, это Татьяна из Краснодара, Василина из Могилева. Ну, то есть яркий пример того, что те люди, с которыми вы, возможно, знакомитесь или вы уже познакомились в социальных сетях, они на самом деле не те, за кого себя выдают. То есть, может быть, это даже не ваши знакомые из реальной жизни, а подставные аккаунты, задача которых вступить с вами в дружеские отношения, какое-то время находиться в молчании, то есть ничего не делать, просто увеличивая время нахождения с вами в дружбе. А потом через полгода, через год, когда вы уже забыли, что кто это за человек, но при этом будет написано, что вы дружите уже год, он вступает с вами вот в такого рода переписку, присылает вам ссылку, как я показал раньше, и заражает ваш компьютер со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот еще пример с полным сервисом, опять же, клиента-ориентированный сервис, который по ту сторону баррикад предлагается владельцам вредоносного кода и так далее. То есть, злоумышленникам, к сожалению, сегодня не надо обладать большими техническими знаниями, навыками, умением программировать и так далее. Всего лишь, к сожалению, надо желать совершать противоправные какие-то преступления, правонарушения. Ну и, соответственно, по ту сторону баррикад предлагается весь необходимый сервис для этого. Только плати. И это, к сожалению, ухудшает ситуацию, потому что действительно очень большое количество молодых людей идет именно в теневой рынок, потому что там они видят быстрые деньги, и это приводит к печальным последствиям для корпоративной ведомственной безопасности. Вот здесь показан пример блокеров, которые также уже предлагаются не как наборы готового программного обеспечения, которое злоумышленник должен себе поставить, купить вначале, поставить, распространять и так далее. Предлагается полный сервис. Вам достаточно сказать «я хочу», заплатить деньги, и за вас все делают. При этом получают за вас деньги, и вам только идет отчисление определенное. Ну, то есть, действительно, как и в реальной жизни, то, что называется Software as a Service, когда вы заходите на какой-либо портал, там, Amazon, Google, Salesforce.com, там, Microsoft и так далее, пользуетесь их ресурсами для хранения своей информации, вам не надо иметь своих центров обработки данных, вам не надо хранить эти данные внутри своей сети, вы пользуетесь готовыми инструментами. Здесь происходит, к сожалению, ровно то же самое, что опять же иллюстрирует, что теневой рынок киберпреступности, он ничем не отличается по своей сути от IT-отрасли. И поэтому это не работа одиночек, это полноценная отрасль со своими деньгами, огромнейшими оборотами, которая заставляет, в общем-то, быть сильно напряженными и компания, занимающаяся безопасностью, и специалистов по безопасности. Сервисы предлагаются разные. Вот здесь показана реклама сервиса, разумеется, без конкретных ссылок, по дидосу. То есть заказать дидос, опять же, не составляет большого труда, причем не так дорого стоит, 70 долларов, если это обычный сайт, если у него есть антидидос-защита, то это будет чуть дороже, 150 долларов. И какая бы антидидос-защита у вас не была, то, к сожалению, вот такого рода сервисы действительно пробивают антидидос-защиту и могут нанести серьезный ущерб репутации компании, ее сервисам, бесперебойности функционирования и тому подобное. То есть это, к сожалению, все не так просто. И то же самое касается обналичивания средств. То есть то, что является 100% нелегальной деятельностью, то, что преследуется по закону в обычной практике, и многие банки сегодня закрывают именно за обналичивание незаконно полученных средств у злоумышленников, происходит сплошь и рядом. Здесь показаны примеры такого рода сайтов, которые занимаются обналичиванием средств, обналичиванием биткоинов, за которые приобретаются или продаются вредоносные программы. И та же самая реклама осуществляется через различные социальные сети. Вот в том числе и для России тоже свои наборы рекламных услуг по обналичиванию решений. Сейчас мне хотелось бы, собственно, погрузиться в следующий элемент бизнес-модели. Это ценообразование. Понятно, что любой продукт, любая услуга, она стоит определенных денег, и существуют разные каналы, или, точнее, разные способы продажи данных продуктов. В обычной индустрии, айтишный продукт, можно купить готовую лицензию, можно купить подписку, можно взять в аренду, можно заказать разработку. В теневом рынке происходит ровно то же самое, поскольку тоже программное обеспечение, те же услуги, поэтому применяются все возможные способы заработка, в том числе и бывают достаточно нестандартные. Возьму в качестве примера обычный ботнет, который может реализовывать совершенно различные схемы. Это и рассылка спама, это и реализация DOS-атак, это и, возможно, кража информации, и фишинговые ссылки, и так далее, и так далее. Соответственно, это действительно одно из таких прибыльных направлений. В качестве примера могу показать, как выглядит один из ботнетов. Это Z-Bot, так называемый. Вот, соответственно, так выглядит инфраструктура этого ботнета. Это, собственно, реальная инфраструктура. Мы ее снимали с помощью нашего сервиса OpenDNS, который вот отслеживает не только текущее состояние, но и сейчас вы увидите в течение времени развитие этой инфраструктуры. Соответственно, задача злоумышленников, которые владеют этой инфраструктурой, не только ее создать и поддерживать, но и зарабатывать. Соответственно, они ее сдают в аренду, выполняют какие-то другие действия с ней. Еще один способ заработка – это продажа персональных данных. Понятно, что на базе украденной информации можно осуществлять совершенно различные действия. Можно оформлять какие-то договора, брать кредиты в банках. Можно заводить какие-то учетные записи в тех или иных интернет-сервисах. Ну и тому подобное. Поэтому это достаточно денежный бизнес. Поэтому в зависимости от того, о какой стране мира идет речь, в зависимости от платежеспособности гражданина той или иной страны мира. Понятно, что в Америке, в Западной Европе люди более платежеспособны, чем, например, в Азии, в Африке, либо в России. Поэтому и ценник тоже меняется в зависимости от того, чей набор персональных данных поступает в продажу. Ну и, как следствие, есть свой теневой рынок кражи или сбора этой информации. То же самое происходит и для России. Вот, собственно, можно найти в интернете немалое количество такого рода сервисов, которые занимаются продажей, причем таргетированной продажей по разным атрибутам. Например, продажи персональных данных только мужчин в возрасте от 41 до 45 лет. Либо продажи каких-то иных данных в зависимости от профессиональной привязки. То есть человек является служащим, либо менеджер, либо студент, ну, либо еще что-то. Опять же, на разные виды информации есть разные покупатели. Ценообразование, как мы понимаем, тоже разное. Оно может быть фиксированное, оно может быть свободное. Фиксированное ценообразование бывает по прайс-листу, то есть в интернете можно найти немалое количество готовых прайс-листов. В зависимости от функционала, есть премиум подписки, есть базовый функционал, который, понятно, что стоит дешевле. В зависимости от потребителя, то есть, например, если клиент происходит из России, то ему продают дешевле, чем если это хакер, либо группировка какая-то, происходящая за пределами России. То есть некий такой квасной патриотизм у хакеров тоже присутствует. В зависимости от величины закупки. Понятно, что большие сделки, они идут всегда с определенным дискаунтом, с определенной скидкой. Свободные цены, они бывают также разные, договорные, бывают аукционы, кто предложит там либо больше за тот или иной продукт, либо услугу. То есть все то же самое, что в обычной IT-сфере есть и по ту сторону баррикад. Вот здесь показано несколько примеров. Это продажи аккаунтов на Амазоне, PayPal, Facebook и еще ряд как бы игровых сервисов, которые тоже пользуются достаточно большой популярностью определенной категории лиц. Соответственно, эти аккаунты в игровых системах взламываются и затем перепродаются за определенные, бывают достаточно большие деньги. Вот здесь идет реклама различных услуг. Это реклама DDoS, это, соответственно, валидные аккаунты в различных сервисах. Это, соответственно, у нас продажа Яндекс.Деньги, кошельки различные, ну и тому подобные вещи. То есть все это находит определенного покупателя, ну и, соответственно, находятся те, кто эту информацию крадет и затем перепродает. В зависимости от различных услуг, понятно, что кто-то деппингует, кто-то, наоборот, продает более качественный сервис, соответственно, он стоит дороже. Поэтому вот можно видеть, что для рассылки спама ценник может быть совершенно разный. В зависимости от того, кто рассылает и насколько качественная база. Дальше спрос. Понятно, что рождает предложение и в теневом интернете можно найти немалое количество такого рода предложений. В различных ресурсах, как я уже говорил, теневой интернет это там 96% всего интернета. Там открытая его часть, это всего лишь небольшая составляющая. стоимость и бьюз устойчивых хостингов, которые скрывают реальный источник вредоносной активности. Причем, в зависимости от того, в какой стране мира этот хостинг, а могут быть цепочки из этих серверов, то, соответственно, ценник тоже разный. Например, вот в Швейцарии серверов пока нет, ожидаются поступления. Ну, собственно, ровно то же самое, что и в обычных интернет-магазинах или просто магазинах. Когда какой-то товар отсутствует, разумеется, его продавцы потенциально привлекают клиентов, чтобы они чаще заходили смотреть, не появилось ли что-то новое. То есть стандартные практики, но применимые именно к Даркнету. Продажа различных кредитных карт, причем, обратите внимание, они разные. Есть продажи с CVV, с Пином, без CVV. То есть есть продажи доступа к банковским счетам, счета в системе электронных платежей. То есть в зависимости от того, что продается, ценник также разный. Вот в данном случае доступ к банковскому счету, ценообразование тоже может меняться. Либо это просто доступ к счету, либо в зависимости от того, какая сумма денег лежит на счете, цена может меняться. Злоумышленник в данном случае не интересует сами деньги на счете, потому что он прекрасно понимает, что если он попытается их обналичить, каким-то образом он может 100% попасть под раздачу и попасться в руки правоохранительных органов, поэтому зачастую просто продается доступ к такого рода счетам. А наиболее безбашенные злоумышленники, они как раз занимаются уже обналичиванием, хотя это тоже там своя распределенная группировка, где разные люди занимаются разными ролями, и для именно обналичивания приглашаются ничего не подозревающие люди. Это либо пенсионеры, либо студенты, которых привлекают зачастую в темную, они идут, снимают деньги, в этот момент их задерживают, и собственно сам владелец вредоносного кода, который крал деньги, или тот, кто переводил деньги, он остается зачастую не обнаруженным, именно потому что вот такого рода цепочка, она распределенная у всех в своей роли. При продаже программного обеспечения, необычного программного обеспечения, существует классическая схема try and buy. То есть прежде чем что-то купить, надо попробовать. Вот собственно по ту сторону баррикад, такая схема тоже используется. Бывает схема, связанная с привези друзей и получи продукт бесплатно. Я сейчас дальше покажу пример. Понятно, что когда злоумышленник развивает свою деятельность вредоносную, он хочет получать как можно больше денег. Для того, чтобы получать как можно больше денег, человек должен, или группировка, компания, там неважно, должны предоставить различные каналы оплаты своих продуктов и услуг. Буквально там во вторник я пытался купить на одном из интернет-магазинов химикаты для дачи, опрыскивать деревья и так далее. Зашел вот в интернет-магазин, и мне предложили всего два варианта. Квитанция Сбербанка и наложенный платеж Почты России. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивали, потому что мне надо было оплатить сразу, и чтобы мне на следующий день прислали. Я это делал вечером, понятно, что Сбербанк в данный момент был закрыт, и, соответственно, ждать я не мог. Поэтому вот этот магазин меня потерял как клиента. Злоумышленники прекрасно понимают нужды своих потребителей, поэтому они предлагают различные способы оплаты. Биткоины, кэш, различные схемы платежные, то есть в зависимости от желания, жертва клиент оплачивать может совершенно по-разному. Задача владельца такого рода вредоносного сервиса либо вредоносного кода предложить разные способы расстаться со своими деньгами. Чем больше этих способов, тем больше заработок будет у владельца такого рода вредоносного кода. То есть злоумышленники перенимают лучшие бизнес-практики из деятельности обычных интернет-магазинов. Вот здесь пример вредоносного кода скидки за так называемую раннюю покупку. То есть если жертва платит в течение пяти дней после заражения своего компьютера, она платит одну сумму, если она платит после пяти дней, то есть слишком долго думала, цена увеличивается вдвое, тем самым стимулируя жертву платить как можно раньше. Пример, который я уже приводил, это известный троянец попкорн, который появился совсем недавно, ну как бы шифровальщик, который шифровал диски, различные файлы, а потом, собственно, предлагал заразить двух друзей, своих друзей, и в обмен получить бесплатный расшифровщик. То есть бесплатный ключ для расшифрования. Что характерно, примерно 30% людей готовы заражать своих, ну, может быть, не близких друзей, но коллег, студентов, там по учебе, по работе, не очень близко знакомых людей. Люди не видят в этом ничего, к сожалению, не видят ничего в этом зазорного. Поэтому вот такого вот образа использования психологии, оно, к сожалению, злоумышленниками тоже применяется, и они четко понимают, на что готов тот или иной человек. Поэтому вот и предлагаются совершенно разные схемы для того, чтобы увеличить эффективность своей хакерской кампании по распространению вредоносного кода. Ценообразование может зависеть от страны. Вот здесь показаны примеры, что в зависимости от того, кто приобретает, из какого государства, ценник может меняться. То есть для россиян, как я уже говорил, такой патриотизм, цена ниже, если разработчик находится в России, для покупателей из-за рубежа цена выше. Ну это примерно как в многих музеях российских, если вы россиянин, вы платите одну сумму, а если вы иностранец, вы платите сумму другую. Вот здесь ровно та же самая схема, такая стимулирующая развитие внутреннего рынка, но правда уже со знаком минус. Вот, следующий пример, это различные маркетинговые исследования. Понятно, что в Соединенных Штатах Америки люди получают одни деньги, в России люди получают другие деньги. Поэтому, если в России требовать выкуп за расшифровку файлов, которые осуществил шифровальщик, столько же, сколько на Западе, то в России платить никто не будет, слишком большие деньги. Поэтому злоумышленники проводят различные маркетинговые исследования. То есть, повторяя ровно то, что делает любая компания, пытаясь понять свою целевую аудиторию, ее платежеспособность, злоумышленники также изучают, сколько, в каких странах готовы платить за возврат доступа к своим файлам. Там в одних странах это 500 долларов, например, в России это цифра порядка 5-10 тысяч рублей. То есть, понятно, что это не 500 долларов, это чуть больше 100, 100-150 долларов. То есть, ценник, он меняется, и злоумышленники этим, разумеется, пользуются, четко фокусируя свой продукт, либо свою услугу на свою целевую аудиторию. То есть, нет фиксированной цены для всех. В этом плане злоумышленники копируют все то, что происходит в обычной индустрии, перенимая, как говорится, лучшие практики по проведению маркетинговых исследований. Следующий элемент, когда запускается какой-то бизнес, мы должны понять, какие ресурсы нам для этого нужны. Какие материальные ресурсы, интеллектуальные, персонал, какие деньги нам нужны для запуска того или иного ресурса. Понятно, что вредоносная активность может запускаться одиночкой. Когда человек создал вредоносный код и его запустил, распространяет, и потом стрижет купоны со своей вредоносной активности. Это достаточно большая редкость на сегодняшний день. Как правило, это различные хакерские группировки, насчитывающие большое количество участников. Например, здесь показана структура «обычного» наркокартеля. Обратите внимание, что там есть владелец этого наркокартеля, наркобарон, ну и, соответственно, куча разных людей, которые выполняют свои роли. Курьеры, водители, охрана, там, собственно, химики, которые изучают это все, подопытные, на которых это все тестируется. В киберкриминальном мире происходит ровно то же самое. Вот, собственно, один из примеров достаточно старой группировки «Бизнес-клуб». Ее глава Евгений Михайлович Богачев находится в списке самых разыскиваемых хакеров мира по версии ФБР. В конце декабря прошлого года против него были введены персональные санкции американского правительства, что лишний раз показывает ту мощь, которая у этой группировки и, собственно, и у ее основателя была в руках. То есть, обратите внимание, это десятки разных людей, выполняющих совершенно разные задачи. А задачи действительно могут быть разные. Менеджер по продажам, кассир, маркетолог, логист, водитель, найм-персонала, айтишники, свои охранники, ну и дальше, собственно, уже специфические киберкриминальные термины, обнальщики, дропы, дроповоды, заливщики, собственно, разработчики непосредственно, гаранты, это некие адвокаты, которые гарантируют сделку между неизвестными злоумышленниками, ну и так далее. То есть, у каждого своя роль. То есть, это не хакер-одиночка. То есть, хакер-одиночка поймать достаточно легко. Когда против компании, организации действует целая группа, и владелец знает даже не всех своих подчиненных, а, соответственно, подчиненные не знают друг друга, они находятся в разных странах мира, в разных городах, и вообще, может быть, никогда не видели друг друга, и общаются через какой-то анонимный форум, то понятно, что проводить расследование такого рода преступлений и искать реальных лиц, которые скрываются за той или иной ролью, становится очень сложно. Поэтому здесь, к сожалению, компании в одиночку далеко не всегда могут бороться с такого рода проблемой. Понятно, что чем крупнее группировка, тем больше у нее и состав персонала, и появляются различные дополнительные подразделения, например, это исследовательские подразделения, исследования по инновациям, которые изучают лучшие практики того, что происходит на рынке информационной безопасности, перенимают лучшие методы осуществления той или иной враждебной деятельности, и затем их реализуют в своих вредоносных продуктах, либо заказывают такого рода разработку. То есть чем крупнее преступная группировка, тем, соответственно, больше у нее различных лиц и различных подразделений, выполняющих свои роли. Разумеется, как и в обычной жизни, для того, чтобы заниматься такого рода деятельностью, создаются специальные, или точнее, есть специальные люди, которые занимаются наймом персонала, то есть как обычная биржа труда, только со знаком минус. Вот здесь показано несколько примеров такого рода бирж или объявлений на форумах, где нанимаются либо в явной форме разработчики там вредоносного кода, либо дропперы, обнальщики и тому подобное, либо в темную человека нанимают для разработки какого-то функционала. Например, разработчик на С++ для выполнения той или иной функции. Человек разрабатывает свою функцию, отдает ее, получает деньги, и он даже не знает, что его вовлекли в теневой бизнес по разработке вредоносного программного обеспечения. Есть и, к сожалению, их немалое количество людей, которые осознанно идут на преступление. Вот обратите внимание, человек сам ищет работу обнальщика либо заливщика. То есть он разместил объявление, что он готов явно нарушать уголовный кодекс, выставив там свои условия по зарплате. Ну там она не совсем зарплата, это некие разовые доходы, которые он получает, в зависимости от выполненной работы. Но люди, к сожалению, становятся действительно безбашенными, не осознают, что они идут на прямое нарушение уголовного кодекса. И таких примеров становится немало. Вот здесь показан пример предложения, когда на теневых ресурсах в Даркнете люди явно покупают какую-то инсайдерскую информацию. Вот здесь показано по банковской группировке группе Lloyd, где злоумышленники готовы платить за внутреннюю конфиденциальную информацию и находятся желающие из внутрибанковской группы, которые готовы эту информацию продавать. Разумеется, на анонимных началах, получая деньги в виде биткоинов, а потом их обналичивая через те сервисы, которые я уже показал. Вот один из примеров из жизни одного из дропов, который, собственно, занимается обналичиванием денег. Обратите внимание, его нанимают через интернет. Зачастую он даже не знает, что он будет выполнять какую-то несанкционированную активность и могут предложить подзаработать, снять деньги с карты человека, который не находится в России, ну, примерно как нигерийский спам. Но здесь более понятная схема. Человек может сказать, я сейчас нахожусь не в России, помоги мне снять деньги и передать моему знакомому, который их мне потом передаст. А я тебе за эту услугу заплачу, например, 20% тех денег, которые ты снимешь. Разумеется, многие желающие есть на такого рода быстрый заработок. Они даже не подозревают, что их вовлекают в преступную деятельность. Они, собственно, получают все инструкции, и как эти деньги снять. Приходят в банкомат, либо в отделение банка, эти деньги снимают. Если их успевают ловить, то их ловят, они идут за решетку. Ну а, собственно, владелец, драповод, причем это даже не владелец всей схемы, а драповод, над которым еще там может быть несколько уровней иерархии, топ-менеджеров так называемых, которые владеют всей схемой. Вот владельцы остаются незамеченными, их никто не может поймать. А если поймают, то, к сожалению, им не всегда легко предъявить обвинение, потому что следов через эти различные анонимные сервисы не остается. Поэтому здесь очень сложно в этом плане проводить расследование этих киберпреступлений. Еще один пример нескольких ресурсов по подбору персонала. Например, когда идет так называемый прозвон, то есть службы безопасности начинают прозванивать клиентов, которые берут кредиты. И понятно, что здесь надо выдать себя за вполне легального клиента, поэтому, собственно, предлагаются услуги по такого рода прозвону, причем специально еще уточняют, что голос в основном мужской, а женский только на серьезные заказы. Ну, потому что женскому голосу почему-то доверяют больше, чем мужскому, то есть учет психологии. Поэтому в массе своей стандартный сервис это мужской голос, а женский только по спецзаказу за дополнительную оплату. Для того, чтобы опять же повысить эффективность данного вредоносного или злоумышленного некого сервиса. Понятно, что, как я уже сказал, сегодня ушло время хакеров-одиночек и в одиночку никто не работает, поэтому активно используется схема с аутсорсингом либо с оффшорингом. Но это там суть одно и то же, когда мы делаем что-то не сами, отдаем это во внешние руки, то есть это либо внешние оффшоринговые компании, которые занимаются разработкой вредоносного кода, либо компании, которые занимаются обналичкой, там, наймом персонала и так далее, и так далее. Вот, соответственно, аутсорсинг, он используется в IT-отрасле очень активно, он используется и по ту сторону баррикад тоже достаточно активно. Какие ключевые виды деятельности? С этого, в принципе, надо было начинать, но я специально это оставил на конец, по сути, это некий итог, рассказывающий о том, на чем сейчас зарабатывают злоумышленники по ту сторону баррикад. Это и продукты различные, это и сервисы, причем сервисная модель, она гораздо более популярная. Собственно, как и в современной IT-индустрии, уходит время, когда та или иная компания занималась только разработкой софта. Многие компании переходят на сервисную модель, например, то же самое Microsoft. Раньше вы могли купить Microsoft Office постоянную лицензию, пользоваться ей всю жизнь, а сейчас вы покупаете, или Microsoft вас привязывает к ежегодной оплате Office 365, то есть через интернет. И у злоумышленников ровно та же самая схема. Они зачастую не продают готовый код, а сдают его в аренду, регулярно обновления и так далее, и так далее. Тем самым постоянный денежный поток, то есть не разовый какие-то оплаты, а именно постоянный денежный поток, что гораздо выгоднее для злоумышленников. Понятно, что существуют проблемы для стандартных для любого разработчика, это борьба с конкурентами, это проблемы с версионностью, отслеживанием изменений, багов, устранения багов в вредоносном коде, они есть и по ту сторону баррикад, поскольку современное вредоносное ПО, оно мало чем по сложности отличается от прикладного ПО, с которым мы привыкли работать у себя там дома, либо на работе. При этом зачастую люди, которые осуществляют данную деятельность, они не видят в этом ничего зазорного. Вот, собственно, пример одного из так называемых remote access тулов, то есть инструментов для удаленного доступа, то есть люди у себя на сайте в официальной страничке ответы на часто задаваемые вопросы, их спрашивают, там, видите ли вы негатив, или там, считаете ли вы, что ваша деятельность является незаконной. Нет, не являемся, то есть мы выполняем некую работу, вот, выполняем ее хорошо, это там наше некое хобби, ну и так далее. Вот здесь, собственно, говорится о том, что там, это их стиль жизни, они в этом видят свое ее развитие. То есть, к сожалению, некоторые мозги уже скручены у людей, они не понимают, что они делают явно деструктивные, как бы, некие продукты или услуги предлагают, и поэтому, к сожалению, с ними бывает очень сложно бороться, потому что они считают, что они просто зарабатывают деньги на том, на чем они умеют, и, в общем-то, деньги, к сожалению, не маленькие, поэтому они и продолжают дальше действовать в этой сфере. Еще один пример, как бы сервисной модели, когда проверяется на недетектируемость вредоносные творения, то есть, когда вы приобретаете там средство защиты, вы его тестируете, насколько оно справляется с вашими задачами. У злоумышленников задача ровно та же самая, только с знаком минус. Они тестируют продукты в области безопасности, но с точки зрения, насколько они не могут обнаруживать вредоносный код, разработанный. Для этого существуют специальные облачные платформы, куда загружается код, и там десятки средств защиты, их тестируют параллельно. И если вредоносный код не обнаруживается на момент обновления и использования актуальных антивирусных баз, то, соответственно, он выпускается в дикий мир. Как только он начинает обнаруживаться, его разработчик выпускает новую версию обновленную и отдает ее бесплатно в рамках технической поддержки, так называемой. То есть стандартная схема, как и при продаже программного обеспечения, когда Microsoft, Cisco, Apple, Oracle и так далее обнаруживают уязвимости в своих решениях и бесплатно выпускают в рамках техподдержки патчи, сервис-паки и тому подобное обновление. У злоумышленников ровно то же самое, только с другой целью. Их задача, чтобы их творения как можно дольше не обнаруживались. Поэтому каждая новая версия на момент выпуска не обнаруживается зачастую многими антивирусными решениями. Именно поэтому сам по себе антивирус сегодня, к сожалению, не является эффективным средством борьбы с редоносным кодом. То есть нужны более сложные, более комплексные системы защиты. С точки зрения недетектируемости используется еще схема, когда злоумышленники создают фирмы, ой, не фирмы однодневки, а сайты однодневки. То есть именно для того, чтобы как можно дольше не быть обнаруженным. Вот здесь показана структура банковского троянца Тинба, где белые точки это сайты однодневки. Они создаются в течение нескольких минут, используются один, два, три раза, и потом злоумышленник переключается на другой сайт однодневку. Отследить такого рода сайты бывает очень-очень непросто. И главное, что для них совершенно не срабатывают различные схемы с блэклистами, с черными списками, потому что обновление черного списка не успевает за этими сайтами-однодневками, которые появляются, там, новый сайт, там, раз в минуту. Понятно, что здесь нужны немного иные технологии для борьбы с данного рода вредоносной активностью. Еще один инструмент это партнерские сети. понятно, что можно пытаться, как я уже говорил в самом начале, осуществлять сбыт напрямую, разработчик или владелец сервиса, клиент, а можно использовать партнерскую сеть. Соответственно, охват будет больше, доходы с каждого клиента меньше, потому что партнер забирает часть дохода себе. Но зато и охват будет гораздо больше, такого рода схем также существует немало. Вот здесь показана партнерка для одного из шифровальщиков. Реклама на одном из теневых ресурсов. Вот здесь показана партнерка для программного обеспечения под Android. Вредоносное программное обеспечение под Android. То есть обновляется регулярно вредоносный код, и его разработчик предлагает подключиться к этой партнерской схеме, распространять этот вредоносный код, получать все время новые обновления и так далее. Причем это именно русскоязычная группировка. То есть здесь все на русском языке, достаточно неплохой русский язык используется, что доказывает, что это люди сидящие на территории России. Вот это пример еще одной партнерской программы шифровальщика Atom. Причем вот это фрагмент консоли управления, когда партнер платит деньги и подключается к такого рода партнерской программе, ему предоставляют полную консоль, позволяющую отслеживать все его доходы. То есть настроить под себя, смотреть количество зараженных узлов, количество денег, заработанных через эту партнерскую программу, соответственно, обналичить средства, которые получены незаконным путем и так далее. То есть это действительно полностью готовый сервис, задача которого получить как можно больше адептов, которые будут заниматься распространением вредоносной активности. услуги колл-центра, тоже внешний аутсорсинговый сервис по продаже услуг колл-центра, когда на разных языках идет прозвон для выполнения тех или иных вредоносных действий. Дальше достаточно интересные услуги, это так называемые гаранты. Это по сути свои адвокаты, которые выполняют функцию независимого арбитра в тех или иных сделках, когда люди друг друга не знают, которые занимаются разработкой и продажей вредоносных услуг и продуктов, они желают, чтобы их никто не кинул. Ну, собственно, как и на самом деле в нормальной жизни. То есть есть люди, которым доверяют в том теневом мире, и, соответственно, через них проводятся сделки. Вот показаны примеры вот такого рода рекламы, где всегда упоминается гарант, который известен большому числу лиц в теневом мире, который, собственно, обеспечивает честность, ну, со всеми особенностями слова честность в теневом рынке, честность той или иной сделки. Ну, и, наконец, несколько слов о структуре издержек. Понятно, что любая бизнес-модель подразумевает оценку, что мы заработаем, сколько мы потратим, и какая будет наша прибыль. Это же делают и злоумышленники, причем зарабатывают они действительно немалые средства. Собственно, пример, один из примеров, связанных с рассылкой спама, вот затраты на рассылку спама, вот доходы, точнее, наоборот, доходы и затраты. Соответственно, разница порядка 7 тысяч долларов в неделю, что, в общем-то, показывает, что действительно злоумышленники идут в этот рынок, потому что они видят легкие деньги. Понятно, что их ловят, что их сажают, либо какие-то иные виды наказаний применяют к ним, но, к сожалению, рынок этот растет, потому что люди видят легкие деньги, причем деньги бывают немалые, вот это миллионы долларов, заработанные на банковских троянцах. То есть, когда на компьютеры клиентов, например, на компьютеры бухгалтеров ставится вредоносный код, который подменяет платежные поручения, снимаются деньги со счета клиента, отправляются на подставные счета, ну и вот, собственно, деньги, которые зарабатывают злоумышленники, это скриншоты с панели управления вредоносного кода, где владелец этого вредоносного кода всегда видит, сколько денег он зарабатывает в реалтайме, то есть, в реальном времени. Даже не все реальные компании из реального сектора экономики, там, из IT-отрасли могут в реальном времени сказать, сколько сейчас денег они заработали, а злоумышленники могут, потому что это их реальные доходы, они хотят знать, сколько они зарабатывают, поэтому прилагают для этого соответствующие усилия. Ну и вот этот слайд, он лишний раз показывает, что задача злоумышленников, она меняется со временем, меняются их компетенции, меняются бизнес-модели. Если раньше, 10 лет назад, злоумышленники вначале делали большие капитальные вложения в свою вредоносную инфраструктуру, и только потом начинали стричь с этого купоны, то сегодня они практически сразу начинают получать большие доходы при минимальных затратах, потому что действительно инфраструктура развелась настолько, что злоумышленник практически без серьезных начальных инвестиций может уже начать свою вредоносную активность. Да, он понимает зачастую, что он нарушает уголовный кодекс, да, их сажают, да, они обмениваются информацией о том, что там посадили, там поймали, там ведется расследование, но их это, к сожалению, не останавливает, они и дальше занимаются этой деятельностью, потому что понимают, что вот эти графики их стимулируют зарабатывать деньги, а потом покупать яхты, квартиры и тому подобные способы траты денег, которые получены незаконным путем. Поэтому, что бы мне хотелось сказать в заключение, что ситуация лучше пока становиться не будет, потому что до сих пор, к сожалению, у нас бытует мнение, что хакеры это действительно одиночки, с которыми можно бороться в одиночку, там, применяя какие-то традиционные средства защиты, фаервол на периметре, межшетевой экран, там, антивирус на рабочих станциях, и как бы это позволяет нам бороться со злоумышленниками. Не позволяет, к сожалению. То есть жертв становится все больше, возможности по зарабатыванию денег у злоумышленников становится все больше, компетенции нужны меньше, чем это было раньше для попадания в этот теневой бизнес, и, к сожалению, ситуация будет становиться только хуже, как и в обычной IT-индустрии. То есть автоматизация и упрощение многих задач программного обеспечения, разработки программного обеспечения приводят к тому, что в этот бизнес может войти любой. Соответственно, необходимо менять и подходы с точки зрения безопасности, а вот здесь происходит определенный разрыв, потому что специалисты по безопасности далеко не всегда понимают, что происходит по ту сторону баррикад. Они видят различные редкие материалы в прессе о том, что вот русские хакеры взломали сайт Демпартии США, там вот здесь поймали какого-то хакера, который украл миллионы рублей из какого-то банка, но они не видят картины целиком, и, соответственно, у них видение того, что происходит по ту сторону баррикад немного отличается от реальности. Они считают, что они могут в одиночку бороться со всем этим, и в итоге приходят вот к этим цифрам. Это цифры различных отчетов различных компаний известных, Юлит Паккарт, Семантик и так далее, которые занимались исследованием вопроса, как долго вредоносная активность, как долго злоумышленник остается внутри сети, корпоративной или сети или ведомственной, незамеченным. Вот обратите внимание, что минимальный срок 188 дней, у компании Юлит Паккарт этот срок по их исследованию 400 дней, то есть, можно сказать, что около 200 дней злоумышленник остается незамеченным, несмотря на наличие различных средств защиты, которые стоят на периметре корпоративной либо ведомственной сети и так далее. Семь месяцев злоумышленника никто не видит, и его вредоносные удовлетворение. И только потом, когда у клиента сняли деньги, либо украли информацию, и она появилась в публичном интернете, либо в средствах массовой информации, об этом стало известно, компания понимает, что ее взломали. Она начинает проводить расследование, может быть, даже находит вот этот вредоносный код, который на нее сидел, но это уже постфактум. А до этого 7 месяцев она даже не подозревала, что ее взломали и так далее. Поэтому какие советы я могу дать по окончанию сегодняшнего мероприятия? Для каждого из здесь сидящих классическая рекомендация, которую там многие из вас слышали еще в школе, в детском саду, мойте руки перед едой. Вот то же самое перед тем, как выходите в интернет, более внимательно относитесь к тому, куда вы идете, что вы открываете, какие почтовые сообщения вы открываете, от кого вы их открываете, насколько у вас стоят средства защиты, насколько они часто обновляются, насколько вы обновляете свое программное обеспечение, ставите соответствующие там патчи, сервис паки на Windows, на ваш, на Linux, на macOS и так далее. Без этого, к сожалению, уровень безопасности будет снижаться. Безопасность начинается с каждого из нас. Она не кем-то может быть обеспечена, она обеспечивается каждым из нас. Чем больше мы задумываемся о безопасности, тем выше уровень защищенности в целом у нас происходит, будь то в компании, дома, либо во всей стране. С точки зрения компании, либо какого-то ведомства, которое задумывается о своей безопасности, во-первых, надо четко понимать, что злоумышленник это не одиночка, это организованная преступная группировка, и поэтому у них ресурсов очень много для того, чтобы осуществлять свои несанкционированные действия, поэтому и бороться с ними надо совершенно по-другому. Не так, как мы привыкли еще несколько лет назад, потому что ландшафт злоумышленников угроз динамически меняется, также динамически меняться должна и система обеспечения безопасности, и если до недавнего момента времени, а у многих компаний до сих пор 80% ресурсов выстраивается вокруг предотвращения угроз, и как правило это делается на периметре выхода в интернет, то на самом деле должно быть соотношение другое, треть ресурсов на предотвращение, треть на обнаружение атак, которые в реальном времени реализуются и прошли некие защитные стены, там те же самые межсетевые экраны, системы контроля доступа, VPN, системы сканирования уязвимости и так далее, и оставшаяся треть, а не 5%, как это сейчас, на реагирование. К сожалению, 100% безопасности гарантировать сегодня нельзя, и обеспечить ее нельзя, поэтому мы должны быть готовы, что нас взломают, вас взломают, ваших коллег, клиентов, партнеров взломают, то есть это некая аксиома, что взломать могут любого, а может быть уже взломали, поэтому надо быть готовым к этому, соответственно, выстраивать некие процессы, иметь технические, организационные решения, юридически быть готовым к тому, что надо реагировать на взлом и с точки зрения работы с прессой, чтобы не было негативного эффекта, если факт взлома станет достоянием гласности, и иметь возможность взаимодействовать с провайдером, с правоохранительными органами, если вдруг стало известно о взломе, ну и так далее, то есть это действительно полноценный процесс, где треть уходит на борьбу с атаками до их появления в организации, треть во время появления атаки, и треть после того, как атака успешно, к сожалению, но все-таки успешно прошло внутрь, и нам не надо на это закрывать глаза, надо с этим эффективно бороться. И с точки зрения государства понятно, что мы должны, ну с технической точки зрения понятно, что надо использовать различные технические решения, один, два продукта эту проблему не решают, здесь необходимо применять целый набор и межстевые краны, и антивирусы, и система обнаружения аномалий, и контроль доступа, и контентная фильтрация, и так далее, и так далее, то есть целый набор, один продукт не решает проблем, серебряной пули в этой сфере тоже нет. И с точки зрения государства понятно, что мы должны бороться также по-разному и техническими мерами, и организационными, и юридическими, например, там с точки зрения, например, ФСБ. ФСБ создало и активно развивает систему, так называемую ГОССОПКО, государственная система обнаружения и предотвращения ликвидации компьютерных атак, задача которой в том числе и бороться с преступным элементом. В частности, в конце прошлого года на сайте ФСБ было опубликовано сообщение о обнаружении некой вредоносной активности, направленной на финансовую систему Российской Федерации. Это было сделано в том числе и с помощью системы ГОССОПКО, которая сейчас развивается. ФСБ разрабатывает документы под ГОССОПКО, к которой затем будут присоединяться многие компании. Это вытекает из действующего и будущего законодательства. То есть многие организации будут обязаны присоединяться к данной глобальной, в национальном масштабе, системе обнаружения атак и последующего оперативного реагирования на эти атаки. Но помимо чисто технических мероприятий, понятно, что не обойтись и без различных юридических шагов, поэтому сейчас готовится ряд новых поправок в уголовный, уголовно-процессуальный кодекс, связанный как раз именно с киберпреступлениями, с мошенничеством, то есть 159-я статья, изменения 28-й главы, а также изменения в УПК, связанные с проведением расследования киберпреступлений, что считать местом совершения киберпреступления и так далее. То есть в этом направлении тоже достаточно большая активность ведется, может быть, не так быстро и не так оперативно, как хотелось, но, к сожалению, без юридической составляющей бороться с современными преступниками, киберпреступниками невозможно. Ну и на глобальном уровне понятно, что без взаимодействия между различными юрисдикциями, между различными государствами тоже не обойтись, поэтому здесь существуют как уже готовые отдельные рекомендации, как бороться с угрозами в киберпространстве, так и вот, например, Россия, как я уже говорил в начале, внесла или внесет в ООН проект резолюции по борьбе с киберпреступностью в глобальном масштабе. То есть эта разработка была сделана при МИДе, Министерстве иностранных дел, и в ближайшее время должна быть внесена в ООН на рассмотрение всеми государствами, входящими в ООН. То есть здесь нужны усилия на разных этапах, потому что по-другому, к сожалению, с современной киберпреступностью бороться будет невозможно. В принципе, все, что мне хотелось сказать о том, что происходит по ту сторону баррикад. Надеюсь, как бы это немного систематизировало ваше знание в этой сфере, и вы сможете теперь, опираясь на это знание, более эффективно бороться с киберпреступностью, которая либо сейчас угрожает вам, либо может угрожать в будущем. Большое спасибо, коллеги! Субтитры сделал DimaTorzok